Встреча гостей. Сотрудники Анадырской прокуратуры встретились с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В гости к ребятам также пришли житель блокадного Ленинграда и участник боевых действий в зоне СВО. В преддверии празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники Анадырской межрайонной прокуратуры посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Вместе с ними на встречу были приглашены и гости. Единственный живущий на Чукотке житель блокадного Ленинграда Владимир Константинович Макаров и участник боевых действий, начальник ГИБДД города Анадыр, майор полиции Константин Сорокин. Как отметил Анадырский межрайонный прокурор Максим Кутыгин, подобные встречи с воспитанниками центра его коллеги проводят на постоянной основе. «Мы продолжаем добрую традицию, а именно традицию хранить и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа, наших дедов, о великой победе». «Данное мероприятие очень важно с точки зрения того, чтобы передавать память будущим поколениям, память о подвиге нашего народа, память о великой победе и память того, чтобы все чтили мир и никогда не было войны». «А как часто проходят такие встречи с воспитанниками центра или такие встречи еще проходят в других образовательных учреждениях?» «С воспитанниками центра мы взаимодействуем на постоянной основе, естественно, ежегодно в преддверии Дня Победы, а также иные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, новогодним мероприятиям, иным праздникам федерального масштаба. Мы всегда поддерживаем деток, стараемся их поздравлять, стараемся их вовлекать, социализировать, стараемся способствовать их обучению, физическому развитию». Житель блокадного Ленинграда Владимир Макаров более 50 лет. В своей жизни работает фтизиатром и занимается проблемами туберкулеза на Чукотке. Он поделился с ребятами своими воспоминаниями о военном времени и блокаде Ленинграда, которая длилась 872 дня. «Сегодня я был на встрече с воспитанниками детского дома города Анадыря. Пришли все ребята. Им было очень интересно узнать что-то ещё от взрослых о Великой Отечественной войне. Это очень важно для молодого поколения. Очень важно, чтобы они знали, хотя бы с наших слов, интересовались вот этой историей о Великой Отечественной войне, о том, почему случилась эта война, как она протекала, каким образом удалось противостоять всей Европе, почему Гитлер прошёл, ну, победным маршем, где-то за 2-3 недели завоёвывая каждую страну, а то и меньше за какую-то неделю, и вдруг сломал себе зубы в России. Как так получилось? Вот это очень важно, чтобы они знали». Подобные встречи с воспитанниками социально-реабилитационного центра проводят и сотрудники Следственного комитета МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних. Недавно для них была организована встреча с участником специальной военной операции на Украине Владимиром Кумлюм. У ребят к нему было очень много вопросов, и не только на тему СВО. Их также интересовали вопросы обычной мирной жизни, вопросы о его работе и семье, ведь это важный для их личной будущей жизни. Антон Кучин, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.